Итак, друзья, всем привет! Сегодня бы хотел подготовить ролик именно для начинающих блогеров, как создать превьюшку. Вот я сейчас в ютубе, как видите, картинки перед роликом. Вот это и есть превьюшка. Она должна быть определенного размера. Как обычно, это может быть либо картинка, либо картинка с текстом, либо просто, возможно, текст на фоне. Итак, как это сделать? Ну, во-первых, про разрешение. Разрешением оно должно быть либо Full HD 120х1080, либо 1280х720. Значит, какими программами будем пользоваться? Ну, во-первых, просто обычным Paint, который есть в любом Windows. Просто наберите поиск Paint, наберите, либо Paint.net. Значит, скачивайте только с официального сайта. Видите, в Википедии указано getPaint.net. И здесь в загрузках выбирайте, значит, для Windows и так далее, вот, версию. Значит, нажимаете скачать, устанавливайте. Итак, друзья, делаем картинку. Ну, давайте с помощью Paint открываем. Здесь выбираем какую-нибудь картинку. И далее, друзья, здесь у нас есть изменить размер. Значит, выбираем пиксели. И здесь, видите, уже у меня готовый есть размер. Ну, давайте попробуем, допустим, 1280х720. Сделаем размер. Видите, картинка уменьшается, но пропорции ее сохраняются. Дальше, друзья, можем вставить текст здесь. Выбираем буковку. Выбираем самый большой шрифт. Но минус Paint это то, что шрифт очень-очень-очень маленький. Так, размер изменить. Так, вот. Выбираем шрифт. Только после нажатия можем изменить размер шрифта. Так. Видите, у меня еще здесь жирный. Ну, короче, видите, шрифт не особо большой. Здесь выбираем цвет. И видно здесь, что текст действительно очень небольшой. Увеличить больше его нельзя. При том, что он еще и жирный и так далее. Плюс, если я ушел, видите, вышел за рамки его, все, уже текст не могу перетащить. Вот. Текст могу перетаскивать только вот так, пока он еще печатается. И вот эта рамка у него есть. Значит, подвожу к краю границы. Чтобы появился крестик, я мог перетаскивать текст. Друзья, что касается Paint.Net, здесь то же самое. Выбираем какую-нибудь картиночку. Значит, можно нажать Ctrl-R, чтобы здесь, видите, изменить размер. Можно, чтобы сохранились пропорции. Вот. Можно сделать так. Изображение. Изменить размер. Вот. Далее, друзья, вырезаем какой-нибудь, допустим, фрагмент. Допустим, вот этот вот. Так. Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-N. У нас выбирают разрешение именно того участка, который мы вырезали. Соглашаемся. Ctrl-V вставить. Дальше, опять же, Ctrl-R. Да. Ну, либо изображение изменить размер. Вот. И здесь также набираем 120 на 1080. И здесь с текстом уже полегче. Потому что он может быть побольше. Выбираем вот этот T-кнопочку слева. Значит, здесь выбираем шрифт, ну, допустим, самый большой. И опускаем будет, ну, там черный. Вот так вот. Текст на картинке. Вот. И еще раз здесь уже появился значок крестик. Мы его можем вот так перетаскивать. Вот, собственно, и все, друзья. Дальше, конечно, у меня смотрите на канале, как сделать, чтобы текст был обводным. Это, значит, надо будет скачать дополнительную штуку для PaintNet. Так просто недостаточно. Просто PaintNet недостаточно. Потом, друзья, изображение. Ну, тут столько много всяких свойств, функций. Да, вот если, допустим, у вас две картинки. Допустим, новую сейчас создадим. И вам нужен фон ровно такой же, как вот, скажем, вот этот. Вот этот. То вы можете нажать пипеточку. Вот так вот. И здесь выбрать заливочку. И вот он будет ровно таким же цветом, как вот здесь, как мы выбрали. Вот. Ну, и функций настолько много, но я показал основные. И помните, разрешение должно быть Full HD, либо HD. А это у нас разрешение 1920 на 1080, тут я рекомендую, либо 1208 на 720. Ну, и когда картинка готова, ну, вот это, допустим, да, значит, мы можем сделать так. Так, нажать файл. Далее сохранить как. Потом выбрать JPEG. Именно JPEG. Потом выбрать название. Ну, так сказать, 1020. Нажать ОК. Еще раз ОК. И только после этого мы можем наслаждаться нашей картинкой. Так, сейчас посмотрим. Вот, вот наша картинка появилась. Так что, друзья, вот, собственно, и все. Надеюсь, вам видео было полезно. Ну, а дальше вставляйте. Я думаю, уже все разберутся, как ставить картинку. Превью к вашему ролику. Все доброе, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok